Подписываемся, ставим лайки, поехали. F103 — это название серии среднеразмерных автомобилей, выпускавшихся Auto Union в Западной Германии с 1965 по 1972 год. Сирия являлась преемником DKW F102. Чтобы подчеркнуть переход от двухтактных двигателей к четырехтактным, марка DKW была упразднена в пользу Audi. Первая модель была запущена, как Audi, затем переименована в Audi 72, 72 — это номинальная мощность двигателя. Более мощные спортивные седаны Audi 80 и Audi Super 90 были введены в 1966 году. В 1968 году добавлена менее мощная Audi 60 для завершения модельной линейки. В 1969 году Audi 75 сменила собой Audi 72 и Audi 80. В 1972 году производство серии F103 прекращено, ее заменила новая B1 Audi 80. Автомобили серии F103 оснащались исключительно четырехтактными, продольно расположенными двигателями. Подобное сочетание четырехцилиндрового мотора и переднего привода заложило базовый шаблон для Volkswagen Passat и более новых Audi 80 и Audi 100 после приобретения Volkswagen предприятий Demla-Benz в конце 1964 года. Поскольку F103 использовала шасси ДКВ F102 с трехцилиндровым двухтактным мотором, система охлаждения сместилась влево, а не располагалась перед двигателем, как раньше. Двигатели являлись совместной разработкой Demla-Benz, владевшей Auto Union с 1959 по 1964 год, и Volkswagen. Они получили название «Металлдрэкмотор» — двигатель со средним давлением, из-за их необычайно высокой степени сжатия, находившей посередине между бензиновыми и дизельными моторами. Автомобили имели четырехступенчатую механическую трансмиссию. Передние тормоза — дисковые, что было новинкой для среднеразмерных автомобилей того времени, а задние — более традиционные барабанные. F103 были продолжением развития ДКВ F102. Моторный отсек увеличился в размерах для нового четырехцилиндрового двигателя. Передние и задние части подверглись косметическим изменениям. Для европейского рынка Audi F103 оснащались модными в то время прямоугольными фарами, в то время как F102 имел фары круглой формы. Все модели Audi F103 предлагались с кузовами 2- и четырехдверный седан. Однако двухдверные седаны не продавались в странах с невысоким спросом на двухдверные машины подобного размера, таких, как Италия и Великобритания. За исключением Audi Super 90, некоторые модели F103 имели также кузов трехдверный универсал. Дебютировавший на Женевском автосалоне в марте 1966 года, он имел индекс-вариант, как и другие универсалы Volkswagen. В середине 1960-х годов Audi F103 являлась одной из самых успешных серий Auto Union. К июлю 1967 года выпущено 100.00 автомобилей Audi, производство F103 составляло 40 тысяч машин в год. Компания отрицала слухи о том, что новая модель будет представлена на франкфуртском автосалоне осенью 1967 года, новый Audi запущен только в 1968 году. За время производства выпущены 416 853 машины из них, седаны, 386 361 штук, универсалы Variant, 27 492 штук. F103 — это название серии легковых автомобилей, выпускавшихся Auto Union в Западной Германии с 1965 по 1972 год. Серия являлась преемником DKW F102. Чтобы подчеркнуть переход от двухтактных двигателей к четырехтактным, был произведен ребрендинг, и серия F103 начала выпускаться под маркой Audi, а DKW была упразднена. Первая модель была запущена как Audi, затем переименована в Audi 72. Цифра в названии модели указывала на округленную мощность двигателя. Более мощные спортивные седаны Audi 80 и Audi Super 90, не путать с более поздними сериями Audi 80 и 90, выпуск которых был налажен в 1970-х годах, были представлены в 1966 году. В 1968 году к ним присоединилась модель с самым слабым мотором — Audi 60. Таким образом, завершилось формирование модельного ряда серии F103. Автомобили серии F103 оснащались исключительно четырехтактными, продольно расположенными двигателями рабочим объемом 1,5, 1,7 и 1,8 литра с водяным охлаждением, которые являлись совместной разработкой Demla-Benz и Volkswagen. Линейка моторов Audi F103 получила название «Metalgrad-мотор» — двигатель со средним давлением, из-за высокой степени сжатия, находившейся посередине между бензиновыми и дизельными моторами. Подобное сочетание четырехцилиндрового мотора и переднего привода заложило базовый шаблон для Volkswagen Passat и более новых Audi 80 и Audi 100 после приобретения Volkswagen предприятий Demla-Benz в конце 1964 года. Поскольку F103 являлся продолжением серии F102, в конструкции использовалось все то же шасси от ДКВ F102C, проектированное изначально под установку трехцилиндровых моторов. Использование четырехцилиндровых моторов повлияло на расположение радиатора. Теперь он располагался слева от двигателя, а не спереди, как раньше. Все модели серии F103 оснащались четырехступенчатыми механическими коробками передач. Передние тормоза были дисковыми, что являлось новинкой для среднеразмерных автомобилей того времени, а задние — более традиционные барабанные. Передняя подвеска была независимой торсионной, задняя — зависимой тоже торсионной. С 1970 года Audi начинает активно осваивать североамериканский рынок. Для этого были подготовлены экспортные модификации Super 90 в кузовах вторых и четвертых дверный седан и универсал, стейшн-вагон, с передними фарами круглой формы и небольшими изменениями в дизайне кузова и салона. Двигатель американской версии также имел незначительно измененные характеристики. История модели Audi F103, 1965, на смену устаревшей модели DKW F102 приходит F103, которая начинает выпускаться под маркой Audi, модификация Audi 72 с двигателем 1,7 литра, 72 л.с. 1966, появление новых модификаций седанов F103, Audi 80L, 1,7 литра, 80 л.с., Audi Super 90 и трехдверного универсала Audi 80 Variant. Версия Super 90 отличалась от остальных мотором с увеличенным объемом с 1,7 литра до 1,8 литра, 90 л.с. 1968, исчезают версии 72 и 80, на смену им приходят новые, Audi 60 Drop 60 L с мотором 1,5 литра, 55 л.с., Audi 60 X Sport 1,5 литра, 65 л.с., Audi 75 L 1,7 литра, 75 л.с. Презентация Audi Super 90 Cabriolet, массовый выпуск которого так и не был налажен. 1970, Audi Super 90 для североамериканского рынка с двигателем 1,8 литра, 90 л.с., незначительно отличалась от европейской версии оформлением кузова и передними фарами круглой формы. Также незначительно отличались характеристики мотора. 1972, Audi F103 снимают с производства, начинается выпуск Audi 80 B1, технические характеристики Audi F103, годы производства Audi F103, 1965-1972 года. Страна, производитель, Германия. Число произведенных автомобилей, 416 853 экземпляров. Выпускался в кузовах двух- и четырехдверный седан, трехдверный универсал кабриолет. Компоновка, продольное расположение двигателя в передней части с приводом на передние колеса. Подвеска, передняя, торсионная независимая, задняя, торсионная зависимая. Длина, 4 380, 4415 мм, зависит от года выпуска и модификации. Ширина, 1626 мм. Высота, 1 451 мм. Колесная база, 2490 мм. Снаряженная масса, 945, 1 0 65 кг. Седан, 1 0 40, 1 115 кг. Универсал Вариант Стейшн Вагон. Полезная нагрузка, 475 кг. Седан, 500-575 кг. Универсал Вариант Стейшн Вагон. Полная масса, 1 395, 1 430 кг. Седан, 1 615 кг. Универсал Вариант Стейшн Вагон. Объем багажника, 600 литров седан. Емкость топливного бака 55 литров. Двигатели, рядные, бензиновые, четвертых тактные, четвертых цилиндровые, восьмыми клапанные, с водяным охлаждением. 1,7 литра, 72, 75 и 80 лошадиных сил. 1,5 литра, 55 и 65 лошадиных сил. 1,8 литра, 90 лошадиных сил. Трансмиссия четвертых ступенчатая механическая, привод передний. Макс. Скорость, 134-165 км в час. Разгон 0 100 км в час, 19,6, 10,9 секунд. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.